Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Объясните, пожалуйста, поведение ребенка. Все время забирают от старшего обратно игрушки у всех детей. Даже если не хочет, просто что? Просто что-то потом, когда протягиваю, не берет, а сразу же требует обратно. И так несколько раз все нервы выматывают. Сначала несколько раз ласково говорю, потом предупреждаю, а когда начинаю уже ругать, плачут, не умолкая и захлебываясь. Смотрите. Вообще, очень похоже на ревность и на потребность его внимания. Я не детский психолог, я надеюсь, что детские психологи вам ответят на вопрос более подробно, может быть, более детально. Но в моем понимании, как я это вижу, я вижу так, что это конкуренция, ребенок неспокоен. Вот, и ребенок тратит огромные усилия на определенное поведение, которое для него, вот, для него, да, не является каким-то вот суперлегким. Легким. Для чего ребенку это делает? Дети, особенно маленькие дети, не отличаются высоким развитием волевой активности. То есть, такого феномена, такой характеристики, такой модели поведения, как волевая, у ребенка отсутствует. Она развивается с возрастом, вот, и вы не пишете, сколько лет ребенку, но, так или иначе, к где-то примерно 6-7 годам, вот, она уже формируется. То есть, все 7 лет ребенок уже вполне может какое-то волевое поведение демонстрировать. Но, в более младшем возрасте, и в возрасте, которым я описываю и далее, то есть, там, где-то 7 лет, да, до подросткового возраста волевая модель может развиваться, волевая модель может как-то преобладать, ну, захватывать все больше и больше, вот. Вот, но в подростковом возрасте все меняется, все перестраивается, вот, волевая модель вновь отходит на второй план, и, соответственно, там происходят очень немножко другие процессы. Так вот, ввиду отсутствия волевой модели поведения в младшем возрасте, ребенок не станет делать ничего такого, чего бы ему не хотелось. А значит, то, что ему, то, что ему хочется, он делает. А значит, в какой-то степени ему хочется, чтобы вы его ругали, и хочется плакать и захлебываться. Потому что, по-моему, вы его, скорее всего, жалеете, успокаивать. То есть, это потребность вашего внимания, потребность любви и понимания, что он для вас, вот, как бы, очень-очень-очень важен. При наличии старшего ребенка это обретает смысл. И при наличии позитивного подкрепления с вашей стороны в виде ругания это тоже обретает смысл. Люди хотят, чтобы их ругали. Когда они видят сильные, яркие, пускай и негативные эмоции, это дает им больше, чем когда они видят эмоции, пускай и позитивные, но слабые. Например, то, что вы говорите ласково. То есть, вы вроде бы говорите ласково, но достаточно слабо выражено, неэкспрессивно. А ребенку требуется экспрессивно. Почему? Это компенсация. Экспрессивность здесь есть следствие компенсации, точнее результаты компенсации, точнее цели компенсации. Нехватки внимания и подаврение на то, что есть кто-то важнее. Да, обычно, чаще, старшие дети реагируют ревностью к младшим, точнее к родителям. Старшие дети ревнуют родителей к младшим. Но в вашем случае получается, получается ситуация вот такая, какую вы ее описываете. И здесь ключевым моментом является, пожалуй, ваше позитивное подкрепление, потому что, ну, ребенок действительно может проходить через опыт, переживание того, что он не единственный. То есть опыт отхода от эгоцентризма. Вот. Все дети, особенно дети маленькие, это экоцентристы. То есть они полагают, что являются центром вселенной. И до трёх лет, вот некоторые психологи, так и говорят, что до трёх лет ребёнок король. Вот. Потом уже ему нужно потихонечку доносить, что он не король, что есть помимо него. Да, ещё и мама, ещё папа, ещё другие люди, дети и прочее. Моё мнение здесь такое, что нужно делать как бы пораньше, но мнение такое есть. А самая главная тенденция такая есть. И вот это переживание, что я не единственный, что я не король, что мама и папа не крутятся вокруг меня, что мир вокруг меня не крутится, что есть ещё другие люди, этот опыт достаточно болезненный. И при неверно налаженном контакте, при неверно налаженной коммуникации возникают проблемы. Именно те самые, которые вы описываете. Вот. Поэтому такая вот история. Дальше. Смотрите, какая штука получается дальше. Дальше получается такая штука, что всё развивается, всё развивается. по определённому сценарию здесь. Что это означает? Что означает определённый сценарий? Определённый сценарий означает, что вы строго говорите ласково, потом пристаете, потом взрываетесь, начинаете кричать, ну и ругаться. То есть здесь у вас отсутствует контроль и предвосхищение своего поведения. Ну, понятно, контроль и предвосхищение своего поведения равно как предвосхищение поведения ребёнка в самом, так скажем, хорошем смысле слова. То есть я выступаю ни в коем случае не за то, чтобы тотально контролировать своё поведение, потому что, с моей точки зрения, контроль, в общем-то, мало чего даёт хорошему человеку, вот. Но я думаю, что можно согласиться с тем, что вообще говоря, контроль нужен. Так или иначе, да? И нужно понимать то, например, чего я жду от, допустим, твоего ребёнка. То есть чего я жду, чего я хочу, на что я рассчитываю, вот, на что я надеюсь, вот. А здесь ситуация такова, что вы как будто бы ждёте, что ребёнок вот сейчас, да, вот сейчас, ребёнок возьмёт и сделает так, как вы хотите. Потому что у ребёнка свои цели. У ребёнка в этом смысле свои цели. Есть задачи, к которым он стремится. Вот. А вы как будто бы вот снова и снова повторяете одну и ту же ошибку. Вот. И волей-неволей задаёшься здесь вопросом, а, ну, почему так? Почему так получается? Почему и как получается так, что вы снова и снова наступаете на одни и те же, получается, грабли? Вот что, вот что интересно. И, на мой взгляд, это, это, это нужно, вот, как раз, вот, вот, ну, в первую очередь, эм, разбирать и, ну, корректировать. Понимаете, понимаете, да? Если этого не делать, то ситуация так и будет, в принципе, себя демонстрировать. Вот. А ребёнок так и будет себя демонстрировать. Ну, как бы вот в таком, в таком ключе. И ничего хорошего ни для вас, ни для него не будет. Вот. Так мне это видится. Вот. По крайней мере. Таким образом мне это, по крайней мере, видится. А, естественно, я могу ошибаться. Естественно, я могу ошибаться. Естественно, я могу, могу быть неправ. Естественно, я могу чего-то не понимать, я могу что-то упускать из вида, ну просто потому, что не вся информация есть и нужно поспрашивать, да, нужно интервью, так скажем, вот, ну, взять у вас, грубо говоря, чтобы понять и разобраться в этом. Но пока так. Отдельное место, отдельное значение имеет то, как обстоят дела с отцом. То есть, ну вот пока вы описываете, например, то, что вот вы мама и, соответственно, пытаетесь, значит, найти подход, да, к ребёнку. Но ведь не только вы занимаетесь, скажем так, процессом воспитания. Этим занимается ещё и отец. Если его нет, то это отдельная тема для разговора. Вот. Почему нет, как ребёнок проживает это, что ребёнок думает и знает, например, про, там, допустим, своего, ну, что своего отца и так далее. То есть, это вот всё имеет большое значение. А вы, что важно, вы об этом практически ничего не говорите. Вот. Что касается других детей, то здесь моё мнение такое, что если ребёнок обладает, ну, вот в том возрасте, в котором он находится, если ребёнок обладает возможностью как-то вот социально взаимодействовать с другими детьми, то, то ему необходимо оставлять, как бы, право ему необходимо оставлять возможность самостоятельно, самостоятельно это делать. Вот. То есть, необходимо позволять ребёнку самому устраивать отношения и взаимодействие с, ну, с другими детьми, так, как он вот, ну, может, как он хочет, вот, для того, чтобы он самостоятельно учился и взаимодействовал с другими людьми. Здесь самый лучший учитель – это, другие люди, опыт, который он, ну, вот, может, да, способен получить. Если вы будете вмешиваться, это уже, по сути, искажение этого самого опыта. Вот. Ну, ничего, ничего хорошего в этом я, эээ, для ребёнка не вижу. Вот. Правильно, как и для вас. Следующий момент, на который хочется обратить уважаю внимание. Выключается этот момент в том, что, эээ, как вы, эээ, ну, применяете, что ли, эээ, эээ, свою власть. То есть, понятно, что, ребёнок понимает, что он от вас завис. И зависимый от вас он сильный, сильный. Ребёнок это прекрасно понимает. Вопрос заключается в том, что когда, например, вы его наказываете, когда, например, вы говорите ему что-то, что он неправильно делает и так далее, вот, вопрос заключается в том, а, эээ, знает ли ребёнок в этот момент, что вы его любите. То есть, говорите ли вы ему о том, что вы его любите, или вы его только ругаете, ругаете, ругаете как бы всю его личность, всего его, что называется. Да? Вот это очень важный момент, потому что, если ребёнок, эээ, чувствует, чувствует, что его рука ругает, если ребёнок чувствует, что, эээ, грубо говоря, когда он поступает неправильно, то его, его там, ну, условно, ээээ, мама перестаёт любить, любить, вот. Это не, это совсем не то же, не то же самое, вот. Это совсем не то же самое, не то же самое. Когда мама даёт понять, например, что, ну вот, что всё-таки она его любит, вот. Понимаете? Понимаете? Да, это совсем не то же самое. Это очень разно в данном случае. Но, эээ, в горячке, например, какого-то спора, в горячке, например, какого-то конфликта, вот, вполне может быть такая история, что вы этого и не замечаете. Не замечаете, например, как переходите на личность своего ребёнка. А вообще-то это очень важно, потому что, если вы переходите на личность своего ребёнка, вот, то и реакция, ээээ, соответствующая. Вот. Вам необходимо лучше разбираться, необходимо лучше замечать, лучше знать свои чувства. Что вы чувствуете, как вы чувствуете, почему вы чувствуете, и уметь об этом говорить с ребёнком в том числе. Вот. Принимая его здесь, ну, как рано себе, потому что ребёнок является полноценным партнёром в вашем взаимодействии с ним. Если вы этого не делаете, пытаетесь, пытаетесь, что-то называется, оставаться, как бы, в позиции надо, то, опять же, ничего хорошего в этом ни для вас, ни для ребёнка быть не может, в принципе. Вот. Потому что только обидно, только какой-то негатив, только вот какая-то злость и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По сути, то, что мы имеем. Вот. Поэтому править, корректировать, корректировать здесь есть что. Понятно, что если вы находитесь вот в каком-то, ну, скажем так, стрессовом для себя состоянии, да, если вы находитесь в тревоге, если вы находитесь в каких-то трудных жизненных обстоятельствах и прочее, и прочее, и прочее, то это тоже, это тоже влияет, влияет серьёзно. Не может не влиять. В этом случае необходимо корректировать уже эту ситуацию. То есть зачастую, зачастую мы связываем проблемы детей с проблемами родителей. То есть дети – это отражение проблем родителей. Родителям, многим родителям, такая позиция не нравится. Родители считают, что проблемы не у них, как бы, а проблемы у детей. Это, в общем-то, очень такое, достаточно распространённое заблуждение, вот, очень распространённое и очень опасное. Потому что, когда я отвергаю наличие у меня проблем, когда я делаю носитель проблем ребёнка только, вот, что здесь возникает отстранённость, здесь возникает холодность, по отношению к ребёнку, здесь возникает много разных таких вот деструктивных психоэмоциональных состояний и аномалий, вот, которые впоследствии могут привести к не очень хорошим моментам и вещам для ребёнка. Повторюсь, да, на всякий случай. Вот такая история. В этой ситуации понятно, что, ну, в этой ситуации жалко. И вас, но, то есть, вам всегда, вам всегда, вам всегда жаль в этой ситуации, вот, это понятно. Нужно, нужно понимать, нужно очень хорошо понимать, что жалостью ничего нельзя добиться и сделать. Жалость крайне редко, когда, вот, ну, приводит к чему-то хорошему. Это тоже необходимо, необходимо учитывать, это тоже необходимо помнить. Жалость ничего не даёт, кроме вот такого, ну, такого пронзительного, я бы сказал, чувства пронзительного, ощущения, что, ну, что со мною, со мною, что-то, что-то не так. Я не думаю, что, что это вот то, с чего бы вы хотели для себя и для своего ребёнка. Вот как-то так, как-то так я бы ответил вам на вопрос сейчас. Ещё раз повторю, на всякий случай, повторю вам, я не детский психолог. И о каких-то моментах я могу не знать. Каких-то особенностей, тонкостей я могу не знать. Но я совершенно точно знаю, что если вы чувствуете, знаете о существовании каких-то ваших проблем, внутренних конфликтов, переживаниях и прочего, то это нужно решать. И чем быстрее, тем лучше. Вот то, что хотел вам сказать. Что же, на этом, пожалуй, всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно, познавательно. Я надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы. Вот, я надеюсь, что я дал вам, что называется, пищу для размышлений. По крайней мере, я пытался это сделать. Вот, я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать, позволит вам начать разбираться в себе. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...